Временное правительство реформистов и социал-демократов обретает все более четкие очертания. Последние уже определились со всеми кандидатурами на посты министров, а их у соцдемов будет, напомним, шесть. Правда, после несколько необдуманных заявлений Урве Пала относительно судьбы Эстония Нейр, вполне возможно, что соцдемам придется срочно искать другого претендента в министры инфраструктуры. Реформисты же составили список своих министров лишь сегодня вечером, и одной из главных сенсаций стала возможность привлечения на пост министра экспорта кого-то из-за пределов партии. Впрочем, как любят повторять политики, в правительстве главное все же не личности, а те установки, которым оно будет следовать. Новое же руководство Эстонии, согласно программной речи Тави Рываса, станет примером смены политических поколений, и в то же время продолжение ранее избранного пути развития страны. Весенняя коалиция отдает себе отчет, что ставит перед собой амбициозные цели. Наша задача не сидеть сложа руки и наблюдать, а действовать творчески и изобретательно, чтобы всех жителей нашей страны ждало лучшее будущее. Так, благодаря мерам, вписанным в новый коалиционный договор, уже со следующего года доход тех, кто получает среднюю зарплату, возрастет на 170 евро в год. Мы надеемся, что сможем продолжить воплощение целей и после выборов следующего года. Новая коалиция заработала уже на минувшей неделе, когда было избрано правление Риги Когу и спикером парламента стал социал-демократ Эйки Нестер, обещавший, что законодательный орган станет ближе народу. Сегодня же правящий союз соцдемов и реформистов включил вторую скорость своего сотрудничества, поддержав кандидатуру Тави Рываса в качестве главы правительства. По оценке лидера социал-демократов Свена Миксера, новому правящему партнеру удалось добиться того, чтобы коалиционный договор имел более социальный характер. Наши с реформистами идеологические платформы довольно далеки друг от друга, и многие вопросы, по которым имеются разногласия, мы сознательно не обсуждали в рамках консультации. Но то, что удалось внести в коалиционный договор, является для нас весьма важным. Это и рост детских пособий, повышение необлагаемого налога минимума, и понижение подоходного налога и многое другое. С другой стороны, мы по-прежнему видим необходимость в налоговой реформе, поддерживая прогрессивные налогообложения, но наши партнеры к этому не готовы. Согласно имеющимся данным, новый премьер-министр вместе с будущими главами министерств отправится в Кадриорг уже в среду. И затем, после одобрения со стороны главы государства, новому правительству останется лишь принести клятву перед парламентом. Тем самым уйдет в прошлое прежний правящий праволиберальный союз, продержавшийся у власти свыше пяти лет. Впрочем, новому составу Кабинета министров предрекают недолгое будущее, и дело даже не в грядущих менее чем через год парламентских выборах. Все-таки нынешние партнеры идейно довольно далеки друг от друга, да и негативный опыт расторжения партнерства имеется, что не может рано или поздно не сказаться на новых взаимоотношениях. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.